То, что я буду говорить сейчас, для меня очень важно и фундаментально. Это не очередная проповедь, дорогие. Эта тема, это будет просто, наверное, изливаться в моё сердце сейчас с вами, перед вами. И именно я хочу поговорить об открытом видении, которое было мне показано на основании моих вопросов к Иисусу Христу. Семья, всё началось с того, что я сидел в моём офисе, и я оплакивал очередного человека, которого дьявол украл и разрушил его церковь. Вы знаете, о ком я говорю? Я думаю, все следили за событиями. Семья, это уже не первый раз был. И я спрашивал у Бога, говорю, отец, пожалуйста, дорогой Дух Святой, объясни мне, что происходит. И вы знаете, когда я просто сидел в своём офисе, знаете, я просто плакал. Почему? Потому что ты, да, ты должен обрезать эту опухоль. Как служитель, как духовный отец, ты должен оберечь всё тело. Дорогие, вы не представляете, что такое терять человека, в которого ты вкладывал годы своей жизни? Сердце, любовь. Ты инвестировал туда абсолютно всё. Вы не представляете, что это такое, когда тебе нужно отрезать, потому что это превратилось в раковую опухоль. И если её сейчас не адресовать и не удалить, может произойти очень серьёзное заражение тела. Кто-то понимает, о чём я говорю? Может быть, вы меня понимаете, но появите, я не хочу, чтобы вы это пережили на себе. И я в этом состоянии просто молюсь Иисусу. И вы знаете, то, что Он мне показал, шокировало меня. Тему я назвал сегодня. План сатаны и армия гибридов. Дорогие, то, что я сейчас скажу, я вам серьёзно говорю, вы будете, мягко говоря, наверное, шокированы. Я попытаюсь передать вам словами физическими. Я прошу сейчас Бога, пожалуйста, Господь. Именно на этих темах почему-то начинается что-то с электроникой происходить всегда. Серьёзно, когда я иду вот в эти темы, которые я не писал, которые я в открытом видении что-то получил, всегда начинается что-то, Господи, благослови пульт, благослови всех наших инженеров, благослови всех... Господи, пожалуйста. Потому что для меня настолько важно. И вы знаете, как бесы любят кусать провода именно на этих проповедях? Господи, пожалуйста. Я связываю всех электронных бесов во имя Иисуса Христа. Итак, дорогие мои, то, что я увидел, и когда я молился, я вам расскажу весь процесс. И я вам расскажу о пяти, как это объяснить, пяти принципах или пяти вещах, которые дьявол сейчас расшатывает в церкви, чтобы, как вам сказать, чтобы держать себя во власти и церковь держать в парализованном состоянии. И я задавал Богу вопрос, говорю, Бог, почему люди, которые прошли всё, и это уже не первый служитель, и вы, семья, вы наблюдаете, как сейчас падают служители? Кто-то понимает, о чём я говорю? Это просто звездопад какой-то. Я просто в шоке. За последние десять лет сколько упало служителей, это нереально. И моя боль, понимаете, не просто человек упал там или там сблудил, или там что-то ещё. Я имею в виду, сейчас падения совершенно другие. Сейчас как будто человек теряет рассудок. Как будто люди теряют сознание, что происходит. И я в этом состоянии просил Иисуса, пожалуйста, объясни мне, Бог. Я не понимаю. Я как человек, как духовный отец многим пасторам и многим людям, которых мы сейчас поднимаем, работаем с церквями по всему миру. Я говорю, пап, пожалуйста, объясни мне. Я просто хочу для себя это знать. Во мгновение ока, семья, буквально считанные секунды, я увидел интересное видение. Это было открытое видение. Я не был, я не уходил никуда. Я просто сидел, и я увидел духовный мир. Я увидел комнату, я так понял, что это стратегическая какая-то комната. Это небольшая комната. Свет не был ярким. Я видел стол, не было стульев. Вокруг стола склонились фигуры людей. Я не видел их лиц, но мне дало было понять, что это ангелы в высоком ранге. И они смотрели на стол. А я стоял вдалеке, я не видел, что на столе. Но мгновение я понял, на что они смотрели. Что там было на этом столе. Они разговаривали именно насчет стратегии сатаны последнего времени. И я увидел уникальную вещь. Знаете ли вы, семья, что сразу попрошу прощения, может быть, у второго служения, потому что это та тема, которую мне нужно досказать, даже если я перетеку на второе служение. Кто-то понимает, о чем я говорю? Есть вещи, семья, которые я под ответственностью Бога, чтобы поделиться с телом Христа этими вещами. Есть вещи, я как пастор. Знаете, я как пастор хожу, делаю вещи, проповедую. Мы видим вещи, изменяются. Но есть вещи, как вам сказать, ключевые, фундаментальные, на которых Бог, как вам сказать, полагает, возлагает на нас ответственность. И когда Он дал тебе позицию, с этой позиции приходит ответственность. И именно позиция Богом дана мне, именно ради вот этих тем, семья. Именно ради вот этих тем. Эти темы не пробавляют мне популярность. Наоборот, эти темы больше, наверное, люди ненавидят меня из-за того, что я сейчас буду говорить. Потому что я не здесь, чтобы быть популярным, принятым, признанным, любимым. Это вообще не моя цель. Моя цель строить царство Бога на земле и рушить царство сатаны. Мне все равно, если я кого-то против шерсти погладил. Я не хочу видеть разрушенные жизни, семьи и полностью служение, пришедшее в крах. И я вижу эти фигуры. Лиц я не вижу. Я только в духе понимаю. В духе у тебя, те, кто был в духе, вы понимаете, информация вот так. Только ты на чем-то концентрируешься, ты сразу видишь. И я понял одно. Они смотрели на последний план сатаны, который уже в действии. И мне было дано увидеть и понять этот план. И сегодня я с вами им поделюсь. Дай Бог мудрости пересказать все, что, Боже мой, я переживал. Потому что это не тема, семья. Это, наверное, просто это энкаунтер. Это очередной энкаунтер в Бога. И вы знаете, мне в мгновение ока было дано Богом понимание, что у дьявола от самого начала было предназначено два потока, две ветки, как он будет уводить именно христиан, именно людей Бога от Бога. Первая ветка – это религия. Слушайте сейчас очень внимательно, семья. Я только тогда, когда я увидел и понял, о чем говорили ангелы за этим столом, я только тогда увидел и распознал, что такое религия. Знаете ли вы, что религия уже по своему большому счету больше не работает, как она работала 10-20 лет назад? Кто-то понимает сейчас? То есть мы с вами даже этот дух толком не ощущаем. То есть если кто-то хочет свободу, он ее вот так сейчас получает. И в религии находятся те, которые просто хотят там быть. Кто-то понимает, да? То есть раньше это была абсолютная доминация и рабство. Раньше этот дух просто доминировал. И здесь я увидел, когда этот дух свое дело сделал, и поднимается совершенно другая порода христиан. Семья, вы знаете, что мы сейчас наблюдаем? Поднятие абсолютно другой породы христиан. Это люди, религия. У религии, дорогие мои, есть догмы, традиции. Религия лишена одной вещи. Служите меня сюда очень внимательно. Она лишена силы. Библия говорит, силы же их отрекшиеся. Силы отрекшиеся. Другими словами, религия имеет все, кроме силы. И здесь я увидел христиан во мгновение ока, которые поднимаются. Совершенно другая порода. Это настоящие сыновья. Вы знаете, что сейчас именно сезон поднятия сыновей. И именно насчет этого сезона готовился абсолютно другой план сатаны. Сатана знал, что религия не сработает на сыновей. Потому что сыновья столкнулись с силой. Стоп. Кто-то услышал сейчас меня? Сыновья столкнулись с силой. Это значит, вот эта категория. Теперь религия абсолютно бессильна в новой породе сыновей и дочерей Бога, которые прямо сейчас поднимаются. И здесь я увидел совершенно другой план. Другими словами, поднимаются люди, которые столкнулись с Богом. Но у них есть вещи, если они их не адресуют, они попадут совершенно в иное измерение семья. И сегодня я хочу с вами об этом поговорить. Итак, приготовьтесь. Мы пойдем с вами в эти моменты. Я потихонечку буду читать, чтобы ничего не пропустить. Я хочу, чтобы вы это получили. Любишь ты меня, не любишь ты меня. Больше ты со мной не будешь после этой проповеди. Извиняюсь, я здесь не для популярности, я здесь для того, что я буду судим Богом, если я не скажу то, для чего Он меня призвал на этой земле. Мне все равно, церковь распадется, у меня есть дома компьютер и камера. Мне все равно. Мне абсолютно все равно, сколько меня слушают сейчас, смотрят меня абсолютно все равно. У меня есть месседжи от Иисуса, которые мне кровь с носа нужно отдать в тело. Все, точка. И не важно, что, как, где, когда, мне абсолютно нравится, знаете что? Быть некупленным этим миром и религией. Вот что мне нравится. Вот что мне нравится. Ты хочешь, чтобы тебя Бог употреблял? Насколько ты принадлежишь себе и свободен от всех. Опа. А вот тут надо подумать будет, да? Потому что твоя теща будет иметь мнение насчет твоего нового служения. Свободен ли ты от мнения тещи, брат? Епископ. Итак, сейчас не время шуток. Сейчас время очень интересной мысли. Итак, смотри. Дьяволу нужно достигнуть несколько вещей, чтобы доминировать и качественно управлять этой землей. Самое главное, ему абсолютно необходимо сделать церковь и ее лидеров слабыми и неспособными к противостоянию. Ему абсолютно необходимо парализовать церковь. Слушайте очень внимательно сейчас. Первое изобретение сатаны, как я сказал, это религия, и она сделала свою работу. То есть она делала свою работу до тех пор, пока не пришел сезон поднятия сыновей. Сыновья начинают подниматься, когда они встречаются лично с Богом и знакомятся с Его силой. Вот эти люди уже туда не вернутся никогда. Вы видели глаза вот этих людей? Я вам даю гарантию, в религию они больше не смогут вернуться. Не способны. Потому что столкнулись с силой, лично с силой Бога. Не через пастора, не через служителя. Лично Иисус коснулся здесь. Вот почему это место называется встреча с Богом. Не встреча с пастором, со служением, с трансформированием центром, встреча с Богом. И мне это так нравится. Итак, первое изобретение сатаны, это религия, она сделала свою работу, но чтобы увлечь избранных, тактика его изменилась. Потому что те, кто познакомились с живым Богом, на религию больше не поведутся. И прямо сейчас на наших глазах входит в силу второй план сатаны. Я назвал это армия гибридов. Слушайте сейчас очень внимательно. Сейчас как поднимаются люди, что такое армия гибридов? Сразу расскажу то, что я видел на этом столе. Армия гибридов — это люди, которые познакомились с живым Богом, но черпают силу из второго неба. Вы не понимаете, о чем я сейчас говорю? У меня есть дар. Слушайте меня сейчас, понимателя. У меня есть дар. Этот дар может быть активирован только двумя источниками. Третий — это земной уровень. Тебя никто не знает, ты там где-то себе что-то проповедуешь, бренчишь, там три человека с половиной, полу с пять тебя слушают. Это твой уровень. Второй уровень, если ты хочешь действительно быть активирован, в славе Бога, это третье небо. Но третье небо требует абсолютной чистоты и правильного входа, этикета входа к царю. Второй мир наделяет тебя похожей силой, но нелегально тебе цены платить не надо. Кто-то слышит сейчас меня? Вы знаете, откуда Голливуды, все звезды черпают силу? Второе небо. Семья, поймите, эта сила такая же реальная, как и сила третьего неба. Просто она достигает совершенно других вещей. Бог позволил этой силе быть до того, как невеста поднимется. Нам нужно понимать, что мы должны будем выбрать, из чего нам черпать. И сегодня я для того, здесь я и стою, чтобы объяснить вам, что мне было показано и откуда сейчас, как дьявол уводит тех, которые избраны Богом. Опять тема, я скажу, жесткая, и вам сегодня придется очень серьезно пожевать. Молочка сегодня вам не видать. Может быть, в следующий раз мы немножко разбавим, кашечку сделаем, манку. Но сегодня, дорогие, я бы тебе просто погрызть серьезное мясо. Окей? Это для зрелых. Кстати, эта тема предназначена для ходатайов, потому что у вас будут ключи, о чем молиться. Именно для ходатайов, чтобы понимать планы сатаны. Итак, именно поэтому некоторые будут увлечены этой армией. Итак, армия это люди, это люди, которые... Пример из Библии. Саул ищет Бога, ищет Бога, ищет Бога, ищет Бога. Бог не отвечает. Почему? Потому что Саул не хочет раскаяться. Кто-то понимает? Слушайте сейчас, что такое запитка из второго неба? Это армия Саулов, как угодно называйте. Это люди, избранные Богом, помазанные Богом, не сдавшие свой экзамен или не желающие сдать свой экзамен. Все, что нужно было сделать Саулу, это раскаяться. Кто-то понимает? Раскаяться. Давид, когда падал, он всегда каялся. Саул не хотел раскаяться. Саул не хотел даже к Богу приближаться. Все, что он имел с Богом, это через священников, через пророков. Он лично к Богу не подходил. И здесь, что получается? Вот это то, что сейчас происходит с армией гибридов. Они подходят к Богу, они уже познакомились с Богом, Бог уже начал в определенной мере двигаться в их жизни. Но теперь они подошли к Богу близко и было выстречено что-то в их жизни, что должно быть изменено. Но эти люди не хотят это адресовать и менять. В этом случае Дух Святой замолкает в их жизни и перестает говорить. Не потому, что Он тебя не любит или бросил, потому что Бог будет ждать, пока ты исполнишь то, что Он тебя попросил. И повторять 300 раз не будет одно и то же. Это значит, если в твоей жизни сейчас Бог резко замолчал, это значит, что Он что-то сказал, что ты не хочешь исполнить. Ты не хочешь попросить прощения, развязать узлы, отдать долги, навести порядок вот там, исправить отношения вот там. Другими словами, Бог отступает только в одном случае. Это непослушание. Самый страшный грех приравнивается к колдовству. Это непослушание. Еще раз, если ты думаешь, что непослушание это что-то мелкое, в глазах Бога это самый отвратительный и ужасный грех. Непослушание. Саул ходил в непослушании. Бог закрыл на ним небо. И вот что такое армия гибридов. Это люди, которые искали Бога, искали Бога, искали Бога, разочаровались в Боге, потому что не хотят слушать Дух Святой и изменять свою натуру. Потому что Бог не пустит тебя в уровень, на котором ты не сможешь задержаться всю свою жизнь. Это значит, что Он не... Он не приглашает... Он не арендует для тебя определенную сферу. Он хочет, чтобы ты сдал экзамен, взошел на нее и там жил до перехода в следующий уровень. Что делают эти люди? Они порт-тайм работники. Они на время, на полставки работники. Они хотят заскочить, звездануть и потом назад жить своей жизнью. У Бога так не работает. И поэтому эти люди пытаются что-то сделать. Они хотят идти дальше. А Бог говорит, хочешь дальше, адресуй вот это. Сергей, я знаю, о чем я говорю. Когда я хочу дальше. Знаете, что такое дальше? Вот я сидел дома, вы знаете, на одном из служений много лет назад. Я одел рубашку. Я одел рубашку, светлую рубашку. Вот почему я, наверное, светлых рубашек не ношу. Сейчас я вам объясню, почему. Я одел светлую рубашку и под светом в туалете рубашка была чистая. Но как только я пришел под вот эти фары, под вот эти галогены, ба-бах, я увидел пятнышко тут, я тут увидел завтрак, здесь увидел чуть-чуть ужина, здесь увидел немножко кофе. Другими словами, в свете, тусклом, я не вижу. Но когда я начинаю приближаться к Богу, вещи начинают быть видимы, а значит, должны быть адресованы. Эти люди не хотят. Что начал делать Саул? Он хотел силу, он хотел сверхъестественный ответ. Он начал искать альтернативных путей. Саул пришел к ведьме. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он пришел к чародейству, он пришел к второму небу, к источнику лжи за то, что он их тогда убивал и сжигал их дома. И она сама, эта ведьма, испугалась. Воу-воу-воу. Я хочу, чтобы вы поняли в самом начале, что такое армия гибридов. Гибрид это избранный Богом для чего-то великого, но не желающий изменяться и платить цену, но хотящий двигаться в призвании, находит альтернативный путь и двигается, черпая силу из второго неба. Потому что его дар точно так будет активирован вторым небом. И у него как увидеть гибридов? Вот у него пять лет было сто просмотров, сто просмотров, сто просмотров. И завтра у него десять тысяч просмотров. Кто-то слышит меня? Что-то этот человек сделал, обойдя круг, не заплатив легально цену, его не повышал Бог. Это было взято из силы второго неба. Я сейчас говорю серьезным языком, это сегодня не для детей. Если ребенок не понимает меня сейчас, я прошу у тебя прощения, приходи в следующий раз. Сейчас для зрелых людей. Но те, кто понимают, те меня сейчас очень понимают. Итак, двигаемся дальше. именно поэтому некоторые будут увлечены этой армией, потому что это не просто доктрины мертвой религии, но теперь эти люди выходят из тел, входят в астрал, терпают знания от духов, проводников. Теперь у них очень интересные откровения появились, теперь у них очень интересные вещи появились. Но, дорогие, пожалуйста, не обманывайтесь. Есть сила третьего неба, есть сила второго. сила третьего неба, она сопровождается плодами, движущимися за человеком. Кто-то понимает? Библия говорит, по плодам их узнаете их, не по дарах их. не по дарам их. Вы знаете, на что попадается сейчас поколение последнего времени? На дары, на силу, на помазание. Бог говорит, это вообще не смотри на это. По плодам дерева познается дерево. Внимательно понаблюдаешь, что течет из этого источника, что преследует, что проектирует этот источник. И вы будете удивлены. Большинству из вас Богом будет дано распознание, но те, кто не хотят платить настоящую цену. Что такое цена? Цена приближения к свету и трансформации. Я сейчас чист, но если я приближусь к большему свету, свет укажет выявить на мне то, что должно быть адресовано на следующем уровне. Семья. Вот это значит, Библия называет это, от силы, от славы в славу. Это значит, что я в славе, но сейчас мне Бог не дает сильный свет, чтобы я вырос и окреп. И как только я вырос и окреп, Он говорит, взойди ко мне на гору, сын. Я иду к нему дальше. И высвечивается следующая вещь, которая не была видима раньше, но сейчас Бог говорит, ты хочешь быть на этом уровне? Адресуй эту вещь. Сейчас, дорогие мои, я не просто учу, я вам показываю, как Бог движется в нашей жизни. Это не просто так. Когда ты говоришь, Бог, переведи меня на следующий уровень, вы заметили, после этой молитвы почему-то начинается жесткая схватка? Почему? Потому что сейчас есть кто-то, кто не хочет тебя там видеть, и второй момент, тебе нужно адресовать те вещи, которые раньше, ты с ними жил запросто. Теперь ты не можешь не то что прикасаться, теперь мысль для тебя об этом уже грех. А-а-а, вот оно как. Итак, эти люди будут иметь определенный авторитет, так как их слова подтверждаются силой. Но это совершенно другой источник силы. Как он это достигает? Итак, план сатаны, пять стратегий, как парализовать церковь. Вот что я увидел на столе. Первые два столба. Я уже немножко об этом говорил, но потом, когда мне это было показано, я понял, почему Дух Святой меня толкал говорить об этом. Я именно несколько недель назад попал в это видение, и я увидел, что Бог хотел. Итак, первый момент, два столба, которые, перед тем, как он начнет строить армию гибридов и вытаскивать людей из славы, первые два столба должны расшатаны быть. Первый столб, ему абсолютно необходимо лишить церковь молитвенной жизни. Кто-то понимает? Молитвенная жизнь, он сделает все возможное, он засуетит тебя в смерть, забросает тебя чем угодно. У тебя молитва сойдет из поклонения царю, из взаимоотношений, любви и комплиментов, славы, силы, любви и благословения. Молитва будет раз в день, раз в три дня такое что-то напоминающее. Ну, Бог, благослови, слава тебе, спасибо за все. Вот это твоя молитва. Кто-то понимает? То есть, первый столб, который должен быть расшатан в твоей жизни. И вот эти люди, я вам сейчас скажу, как расшатывается жизнь и как люди попадаются на эту ложь. Да, и если какой-то человек во время моей проповеди всплывает в своем сознании, этот Дух Святой тебе указывает на лжеисточник. Я не называю больных, я называю симптомы. Ты определяешь по симптомам больного. Кто-то меня понял или нет? Некоторые люди говорят, назови список людей. Да вы знаете, сколько больных? Я лучше назову список симптомов, по которым риску распознать больного. А вдруг этот больной завтра покаяться, а у меня теперь тема на всю жизнь, и все ее слышали, и я облил кого-то грязью. Не-не-не-не, не попадусь я на эту заразу. Я знаю, потому что сейчас этот человек служит, сейчас этот человек черпает из второго неба, завтра он покаялся перед Богом, и он черпает из третьего. А я запачкался, и теперь мне просить прощения надо. Не попадусь я, сатана, на эту вещь. Не попадусь я. Не называю я имен, не называю я людей, потому что я люблю всех. Я ненавижу дьявола с ними. Я ненавижу дьявола. И даже моя тема, может быть, кто-то из этих людей очнется. Опять же говорю, это пришло ко мне, когда я глубоко скобел о некоторых людях, которые просто попались на страшные вещи. Семья, когда ты кокаин и грибы называешь откровением из тронного зала, я не обманываю. Когда эти люди мне говорили, что именно кокаин и грибы, галлюциногены называются откровением из тронного зала, я точно понял, что что-то сатана сделал. И это не смешно, семья. Что-то сатана сделал с ними. Как-то он их провел и довел до этой точки, что они абсолютно верят, что наркотическое действие это вход к Богу. Я понимаю. Я понимаю. Где мы, как мы? Вы что-то для себя берете? Семья, сегодня от сердца. Сегодня от сердца. Сегодня. Это сегодня любя. Даже понимая о том, что я потеряю некоторых людей. Я абсолютно понимаю, но я знаю, дорогие мои, что я перед Богом буду чист. И я передал то, что он мне сказал передать. Даже если мне не хотелось об этом говорить. Мне было дано приказание от Бога об этом говорить. Итак, первый столб, который должен быть расшатан. Сатане абсолютно необходимо лишить церковь молитвенной жизни. Тайная комната и личные взаимоотношения любым путем должны быть остановлены. Первое, то, что я видел на этом плане, который ангелы рассматривали. Самый первый столб это удар по молитвенной жизни. Иисус каждую ночь молился, пропитывался атмосферой царства и получал новую стратегию для исполнения воли небесного отца. Я не буду долго задерживаться, потому что у меня там есть некоторые вещи, которые мне нужно осветить. Эти вещи я уже немножко освещал. Вы понимаете, да, о чем идет речь? То есть, итак, самое первое. Ты будешь видеть, что первая атака у тебя будет идти именно на твое общение с Богом. Потому что, когда разрывается контакт с оригиналом, ты перестаешь распознавать, что есть Он. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы перестаем распознавать. Как я распознаю, что это Он? Я в постоянном контакте с Ним. Как люди ведутся на лжеучения и заблуждения, они перестали общаться с Ним и больше не могут отличить лже от нас, от истины. Ложат истины, больше не могут отличить. И они преследуют силу и преследуют тех, кто носит силу. Они не смотрят на результаты и не спрашивают Бога, чем это сделано, откуда это запитано, почему этот человек, неизмененная жизнь. И вы заметили, что все эти говорящие головы, вот все говорящие головы, которые запитаны вот этим духом, вы заметили, у них нет настоящих церквей. Они не подчинены никому. Это просто говорящая голова где-то там сидит и травит тело Христа. Кто-то понимает, о чем я говорю? Окей. Итак, второй момент, семья. Я буду идти. У меня есть некоторые вещи, которые я хочу больше на них сосредоточиться. Второй столб, который должен быть расшатан. Ему необходимо лишить церковь фундамента слова Бога. Мы уже об этом говорили. Второй момент, который я увидел на столе. Первый молитва, второе слово. То есть дьявол будет делать все возможное. Если сатана не сможет лишить тебя славы, молитвы и слова, ты никогда не впадешь в это заблуждение. Никогда. Потому что у тебя всегда будет сознание и дух наполнен его словом. Окей? И ты будешь всегда знаком с его силой через молитву. Это значит, что ты всегда распознаешь лжедвижение, лжеучение и лжетечение. Кто-то понимает? Тебе не надо пастор, который тебе укажет. Тебе нужно знать лично Бога, особенно в это последнее время, тебе нужно Бога знать настолько близко, что никто ничего не сможет сделать, чтобы ты это не почувствовал и не понял и не распознал. Мне не надо читать книжки. Я хочу с Богом ходить настолько близко, что я хочу распознавать от Бога оно или нет. Мне не надо пастор, мне не надо служитель. А вдруг сейчас поднимется какая-то армия и какие-то другие люди в заблуждении. Как я это различать буду? Бегать за пастором буду? Ну, тебе нужно иметь личный контакт со своим отцом. Итак, необходимо лишить церкви фундамента Слова Бога, на котором базируется и строится церковь Иисуса Христа. То есть Библия должна быть удалена под любым предлогом. Сейчас Библия удаляется в этих церквях под предлогом неправильные переводы. Библию перевели вообще не... То есть, вот это все, вот это... Дорогие мои, но Библия... Поймите, Библия это не книжка с буквами. Библия это дух. Вы заметили, как ты находишь в Библии, когда ты прошел, ты только нашел. Ты не нашел и прошел. Вы заметили, что Библия является подтверждением? Ты почему-то открываешь и говоришь, так я Библию читал три раза. Я не видел этого в Библии. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что Библия это закодированное Слово Бога. И все, кто думает, что это фраза, дорогие, это не фраза, это сверхъестественное Слово, которое адаптируется по твоему росту духовному. Другими словами, в младенчестве Библия для меня молоко. В зрелости это твердая пища. Одна и та же Библия. Поймите, что Библия Богом сделана так. Вы помните, вы знаете, что когда Бог давал во время Моисея манну, написано, все, кто брали много, не переедали. Все, кто брали много, не было такого, что не доели. Другими словами, Библия примерно это как манна. Что бы ты ни взял, и каждому она была, как? По своему вкусу. То есть, вот кто-то вот хотел это, и он ел. Почему? Потому что ты манки бы объелся, 40 лет манку есть, это точно там какой-то флэйвор должен меняться? Сейчас я не об этом. Я говорю о том, что когда оно от Бога, оно адаптируется под твой возраст. Кто-то понимает? Не ты адаптируешься, а ты вырастая. Теперь, это как у нас, вспомните, когда мы с вами были, к примеру, вот в Советском Союзе или здесь, да? Тебе дается, вот книжка «Геометрия». В следующем классе тебе дается книжка уже выше, выше, выше. И на каждой книжке написан класс. Четвертый, пятый, шестой. Вы знаете, что Библия, это все книжки в одной. И твой переход на книжке, на Библии меняется цифра. И ты опять из нее начинаешь учить и терпать. Семья, поймите, никто ее не поймет, никто ее не исчерпает. И тайны, которые там находятся, для нас еще даже не изведаны. Семья, влюбитесь в Слово Бога. Влюбитесь в Него. Вы не представляете, пристань себе говорить, я уже читал. На этом уровне эту книжку ты еще не читал. Я повторяю. Ты сейчас в пятом классе. Ты эту книжку еще не читал. Ты читала книжку четвертого класса. Как только ты начинаешь в пятом классе ее открывать, «Боже мой!» Она начинает учить, питать, менять. Другими словами, Бог начинает тебе подтверждать. Он начинает тебя питать. Он начинает тебя управлять. Вот почему Бог Иисус в Навину говорит «Питайся из нее, читай ее, и пусть она не отходит от уст твоих, от глаз твоих, день и ночь черпай из нее». О, послушайте себе. Иисус сражался в пустыне сатаной Словом Бога. Знаете ли вы, что Библия это единственный меч, который работает против сатаны? Можете себе представить? Пример наш Иисус Христос. Пример сыновства, пример войны, пример битвы, пример молитвы, пример всего. Пример всего. И он из всех оружий, ты слышишь меня? Из всех оружий, которым Бог обладал, он обладал всеми. он бы сказал вообще, ты кто? Другими бы сказал вообще, не мешай мне тут вообще в пустыне сидеть. У Иисуса было достаточно власти, вышвырнуть его, даже не разговаривать с ним. Из всех оружий он нам показал единственное, против которого у дьявола нет никакого ответа, это слово Бога. Влюбись в Библию, влюбись в слово Бога, потому что это не книга, переведенная людьми, это откровение, открывающееся духом в том сезоне, который тебе нужен. Не переживай за переводы, тебе дух в это переведет твой перевод. Я еще раз говорю, не переживай за переводы, тебе дух святой переведет то, что тебе надо в этом сезоне, в этом возрасте, и ты будешь питаться даже синодального перевода, или сильно дальнего, как он там называется, да? В любом случае, перевод не является ключом, является ключом слова Бога. Он тебе вот тут открывать будет, кто понимает? Не вот здесь, он тебе вот тут открывает все. Я питаюсь от него. Книга это инструмент, Библия это ложка, а пища дается небом. Воздаем уславу. Где мы? У нас еще даже время есть? Вау! Ммм! Итак, Иисус сражался в пустыне с Сатаной именно Словом Бога. Сатана может быть побежден только Словом Бога. Не запостишь ты его, не замолишь ты его. Семья на своем личном опыте, многолетнем опыте. Я помню, что я не делал, но как только я выходил и начинал цитировать Библию, дьявол говорит, тебя Бог не любит. Я открываю Библию и говорит, мать оставит ребенка, а Бог меня никогда бам! Все искушения уходят. Семья, поймите, против любого оружия у Сатаны есть аргументы, против Библии нет. Нет! Потому что это Бог сказал, если мать забудет ребенка, я тебя не оставлю. Другими словами, чтобы оставленным быть Богом, нужно поверить дьяволу. Он тебя никогда не оставит. А вера, ты начинаешь в это верить, и это начинает происходить в твоей жизни. Поэтому будь аккуратен, твоя вера намного сильнее, чем ты представляешь. Потому что Сатаны силы нет. Откуда у него сила? Сила у него исключительно, когда церковь ему дарит ее. А как церковь дарит ему силу? Веря в его ложь. Вот так силой обладает Сатана. Только через ложь. Вот почему он бросающий идею. Вот почему он ничего не может сейчас появиться здесь и ударить меня в лицо. Не может ничего. Но он может обманом манипулировать. Он может информацией манипулировать и достигать своих вещей. Но он не может ничего делать. Но информацию мы поражаем чем? Откровением, силой, славой Бога. Мы на ложь перекрываем ее истиной. Что есть истина? Слово Бога. Иисус. Следующий момент, который я тоже говорил об этом, но я его увидел также. Я назвал это гиперблагодать. Семья, я хочу, чтобы вы поняли меня. Что такое гиперблагодать? Это абсолютно другая обочина. То есть поймите, что в любви Бога всегда есть коррекция и исправление. Гиперблагодать это Бог простил меня навсегда. И мне больше никогда не нужно просить прощения ни за что. Кто-то понимает, что такое гиперблагодать? Это значит, что любимый папочка меня не отправит в ад. Но будь очень аккуратен. Может быть, ты не потеряешь спасение, но ты придешь на суд. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, о, глядь, тишина какая настала. Некоторые люди говорят, можешь себе представить, что дьявол делает? Лишает тебя славы, молитвы, лишает тебя слова. Когда он эти две вещи расшатал, теперь он подводит тебя к чему? Почему? Потому что, когда у тебя нет молитвенной жизни, нет слова, нет фундамента, теперь ты грешишь. Потому что, хочешь ты того или нет, ты будешь грешить. Кто-то понимает? Ты будешь грешить, потому что у тебя нет сдерживающих элементов, границ нет, потому что ты отдалился от всего, что должно тебя трансформировать и корректировать. Теперь, что мне делать с грехом? Мне нужно вывести теорию, что греха нет. Весь грех прощен. Да, грех прощен, но послушайте меня. Грех прощен, который я беру и отдаю Иисусу. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, да, это покрыто, но это нужно принести. Другими словами, Библия четко показывает. Я вам сейчас Библию покажу. Некоторые люди говорят, если ты просишь у Бога прощения каждый день, о, ты нерожденный свыше, ты религиозный. О, тогда Иисус религиозный, потому что Иисус учил учеников молиться. Помните, когда вот где этот карточный домик рушится? Вы знаете, весь этот бред работает только на тех, кто не знает Слова Бога. Но когда ты знаешь Слова Бога, эти люди до тебя подобраться не могут. И ученики подходят к Иисусу и говорят, научи нас молиться. Иисус дает им молитву на каждый день. Кто-то понимает? Молитва Отче наш или наш Отец Небесный, молитва Иисуса, это молитва на каждый день. Заметьте, в молитве на каждый день присутствует такая фраза, прости нам. Опа. Вот карточный домик рушился. Я не понял. Если Бог все простил, зачем Иисус говорит ученикам, прости нам. Долги и согрешения наши в разных переводах по-разному, но одно и то же. Прости нам, как и мы прощаем. Вау. Алло, ты со мной, родной? Ты со мной в лодочке плывешь? Хорошо? Или ты сейчас уже немножко, твоя теорема пошатываться начинает. О, мне говорили, тебе не надо ничего говорить, тебе нужно лично с Богом общаться. Если мой сын что-то сделает, он прощен, но он не припрощен. Вы не поняли меня? Чтобы получить мое прощение, ему нужно адресовать то, что он натворил сегодня. Он не просто пришел, выбил дверь, выбил окно, вырвал дверь у холодильника, с толпа у меня плохое настроение было. Стоп. Ты мой сын, я тебя хочу простить, но ты не хочешь от этого отказаться и попросить прощения, а значит, ты меняться не собираешься. Не просят прощения только те, кто не собираются меняться. А первое правило рожденного свыше, он ненавидит грех и все связанное с грехом. Вы услышали меня, семья? Что значит рожденный свыше? Это грешащий? Нет. Это ненавидящий грех. Это даже если я оступился, я кричу, проси меня и измени меня. Грех приносит мне боль, потому что грех не является моей частью. Вот что значит рожденный свыше. Грех больше не приносит тебе удовлетворения. Ты не можешь больше, как до рождения свыше, наслаждаться грехом, потому что теперь грех это не твоя натура. И внутри тебя все плачет, когда ты упал. и ты говоришь, папа, пожалуйста, настоящее рождение свыше, доказательство рождения свыше, это освящение. Ты становишься чище, ближе и освященнее. Кто-то понимает? И это не от тебя. Это не от дел, как религия учит, делайте. Нет. Святость приходит из-за приближения к Богу. Кто-то понимает? Я не чистый, я ничего не могу поделать, я не бегу от Бога, как Адам, я бегу к Богу, потому что Он один способен меня исцелить. Дорогие мои, когда я поскользнулся, я не ухожу от Бога, я в слезах и в боли, я бегу к Богу, говорю, папа, Он понимает твою натуру, но Он хочет твое раскаяние. Ты понимаешь, что это не твоя жизнь, сынок? Дорогие мои, блудный сын, был сыном, да, был сын, но нужно ли было ему изменить свое сердце и попросить у папы прощения? Да, папа не обратил внимания, потому что это папа, но ты не можешь вернуться. Можете представить, сын просто говорит, так, я хавать хочу, и пошел к бате назад. Выбил и сказал, так, у меня все уже закончилось, можно еще немножко? Нет. Сын раскаялся. А значит, что такое раскаяние? Это назад больше я туда не возвращаюсь. Если ты постоянно ловишь себя на том, что ты возвращаешься в одно и то же грех и не собираешься каяться и меняться, ты во лжи гиперблагодати. Ты слышишь меня? Да, ты прощен, но ты не припрощен. Тебе нужно адресовать эту рану и боль. Другими словами, если я против какого-то человека сейчас делаю зло, мне нужно будет попросить у него прощения? Слушай, а что мне у него просить прощения? Я Богом прощен. Нет. Прости нам долги наши, как и мы каждый день прощаем должникам наших. Это значит, что оно как-то вот так все работает. И Библия говорит, если вы не простите, то и Отец Небесный что? Не простит вам. Это Библия, семья. Не попадитесь на ложь гиперблагодати. Я понимаю сейчас это популярнейшее учение, потому что оно дает тебе широкую дорогу. Не надо меняться, не надо ничего адресовать. Папочка все простит. Хочешь, ну и переспал ты с кем-то. Ну и что? Ну побудет тебе плохо пару дней. Ну и что? Ну и курнул ты там травки немножко, успокоился. Ну что тебя папа в ад пошлет? Стоп, 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 семья. Здесь не дело в папе, в тебе и в аду. Дело в том, что ты никогда не попал в реальную трансформацию, потому что если жизнь не изменена, это значит, ты в реальности с Богом не встречался. Невозможно встретиться с Ним и не измениться. Вы видели только что женщин? Вы думаете, они не изменились, встретившись с Богом? Они все здесь говорили о полном, тотальном изменении и в голове, и в духе, и в душе, и в сознании. Почему? Потому что невозможно встретиться с Богом и остаться таким же самым. Невозможно. И когда Бог мне это сказал, я помню, тоже ходил по этим циклам, я тоже когда-то в будущем молодым поверил в эту ложь. Все нормально, все прокатит. Ну и что? Ну немножко алкоголя, ну и что? Ну немножко блуда, ну и что? Ну немножко там, ну и что? Я же папочку люблю, он же меня не пошлет. Здесь не дело в этом. Здесь дело в том, что когда Отец придет, Он заберет свое. А вопрос, ты ли Его? Потому что забираться будет чистое и святое. Потому что никуда ты не денешься от приближения к Нему и освящения. И у тебя выхода нет, как становиться с каждым годом ближе к Богу и чище. Это естественное приближение к Богу. Я становлюсь чище, я прихожу к Нему, я вижу, я адресую, я прошу прощения и я продвигаюсь дальше. Но если люди не хотят платить цену приближения к Богу и освящения, но они хотят силу, они все попадаются на альтернативный путь и силу второго неба. Что является обманом поначалу, потом это просто называется пагуба души. То есть души гибнуть начинают. Итак, гиперблагодать. То есть Бог тебя любит таким, какой ты есть. Если ты попросишь прощения, ты в реальности не рожден свыше. Я прям слышал это с экрана Ютуба. Если ты просишь прощения, ты не рожденный свыше. Я считаю себя рожденным свыше. Вы знаете, на это, наверное, повелся тот, кто не встречался с Иисусом. Но когда, вы знаете, честно, семья, я подумаю что-то, что я не должен думать, и я облечен Святым Духом. Кто-то слышит меня? Что-то попало в мое сознание, что не должно, и я, и я, и я, облечен Святым Духом. И я здесь же прошу. Вот почему Он здесь, Дух Святой, чтобы трансформировать тебя в образ Христа. Кто такой Дух Святой? Ты не преображаешься в Дух Святой. Дух Святой – это оттиск Сына. И Дух Святой тебя прямо сейчас трансформирует в Иисуса Христа, потому что Он единственный знает оригинал. Общаясь со Святым Духом, у тебя есть доступ до оригинального Христа. Я когда-то работал зубным техником, и первое, что я делал с пациентами, мы делали оттиск. Вы были в зубного врача, ты делаешь оттиск, заливают вещь, ты прикусываешь, через несколько минут открываешь, и остается оттиск. И я когда-то сижу в своей лаборатории и делаю очередной оттиск. Знаете, как бы заливаю формы, и я говорю Дух Святой, кто ты, откройся мне. И Он говорит, то, что ты держишь в своих руках, это я. Я говорю, стоп, что? Он говорит, я оттиск Иисуса Христа. Я не позитивная форма. Слушайте сюда. Я не позитив, я негативная форма. Я не говорю сейчас в негативе. Кто-то понимает? Это откровение, которому нужно дать честь. И, наверное, я сейчас его не трону, но я уже тронул, объясню. Дух Святой это не то, во что ты преображаешься. Это то, во что ты через смирение втекаешь и превращаешься в Христа. Вот почему Библия говорит, Он никогда не скажет о Своем, потому что функция Духа Святого не позитивная форма зубов, а негативная форма Христа, в которую, втекая, ты становишься подобным Христу. Вот почему Бог говорит, проститься все, но не проститься Ему, потому что это единственная личность Божьего существа, которая отдала себя, чтобы быть чьей-то формой. Если бы поняли, о чем я говорю. Вот почему без Него ты не можешь быть похожим на Христа. Вот почему без Духа Святого ты не сын, ты сирота. Потому что только втекая в Него, и когда Он с тобой общается, слушай Его, потому что Он все делает, чтобы сделать тебя еще немножко более похожим на Сына. Вот и функция, вот это тебе за две минуты функция Духа Святого. я сижу с этой формой и плачу. И Бог со мной разговаривает. Ну вот это Его язык, Он со мной так разговаривает. Хорошо, идем дальше, идем дальше. Показатель рожденного свыше — это не игнор греха, а ненависть к греху и желание полной свободы. И Иисус учил учеников молиться этими молитвами каждый день. И у Него была фраза «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем грешников наших. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших». Другими словами, есть что-то, что каждый день я должен не только отдавать славу Богу, я должен адресовать чистоту своего сердца. Давид говорил «Ничего не знаю, но узри, посмотри на мое сердце и посмотри, не на опасном ли я пути». Семья, поймите, что функция... Вы знаете, чем Давид, наверное, был красавчиком? Давид умел настолько красиво и быстро каяться. Бог не успевал набрать воздух в легкие, Давид уже бренчит, что-то говорит «Прости, папа!» И Бог... Ладно. Давид умел коснуться сердца отца. И он говорит «Нашел я человека». Не потому, что он красивый, сильный, умный. Нашел я человека, который исполнит. Знаете, кто исполнит? Тот, кто не принадлежит себе. Исполнит тот, кто оставил свою волю и живет по воле Бога. Кстати, когда ты рожден свыше, твоей воли больше у тебя нет. Ты куплен, значит, себе не принадлежишь. Это Библия. Если ты думаешь, что Бог будет делать то, что ты хочешь, ты ошибаешься. Ты будешь делать то, что Бог хочет. Потому что не Он мне принадлежит. Знаете, где проблема у этого течения? Им кажется, что Бог принадлежит им. Алло. Но я тебе скажу, что после раскаяния Библия говорит, ты куплен нереальной ценой. И ты уже не свой Библия говорит. Ты себе не принадлежишь. Это значит, что у тебя нет своей воли. А как Иисус? Иисус говорил, не моя воля будет, но твоя. Другими словами, если Иисус, пример сыновства, показал мне, что у Него прожил не одного дня в своей воле, это думаешь, ты будешь в сыновстве со своей волей? Очнись. Итак, давайте прочитаем место одно, такое классное место из Библии. 1 Иоанна, с 1 глава, 5 по 10 стих. Это все третьего пункта. У нас еще два, и мы заканчиваем. Вы для себя что-то берете с ними? Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, 1 Иоанна 1, 5. И вот та весть, которую мы сами слышали от Него. И теперь передаем вам. Бог — это свет. Слушайте сюда. И в Нем нет никакой тьмы. Повторяю, семья, в Нем нет никакой тьмы. Ты не можешь быть чуть-чуть с тьмой и быть с Богом. Перестань верить. Евангелие дискомфортное. Пожалуйста, не подгоняй Евангелие под себя. Подгоняй себя под Евангелие. Семья. Вот что значит путь сокрушения и самопожертвования. И уже не я живу, но живут и мне Христос. И смотри, что здесь написано. Бог — это свет, и в Нем нет никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, но сами ходим во тьме. Смотрите, как красиво адресовано здесь. Сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем согласно истине. Стоп. Вот. Почитайте это место из Библии. Если мы говорим, что Бог — свет, но сами живем во тьме, мы лжем. Ты не можешь разделять славу с грехом и при том нераскаянным. Фу, мне тебя жаль. Итак. Сами ходим во тьме, мы лжем и не поступаем согласно истине. Но если мы ходим во свете, слушайте сюда, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха. Стоп. Не очистила. Ку-ку. Еще раз, для тех, кто не понимает. Кровь не очистила. Очищает. Это постоянный процесс. И всем этим умникам, которые говорят, припрощен навсегда, творю, что хочу, папа в ад не загонит, ложат дьявола. Я тебе еще раз говорю, покайся. Кровь Его очищает. Когда мы исповедуем, Библия почитает, что говорит, исповедуйтесь друг перед другом, вскрывайте. И Он говорит, я помогу вам освободиться. Натура человека. Вы знаете, одно дело верить какой-то небылице, другое дело честно посмотри на себя. Вот честно. И согласись с реальностью. Не надо что-то придумать, надувать там, что-то какие-то верить, какие-то сказки. Посмотри на свою жизнь и реально скажи себе, ты во свете? Ты действительно там, где ты должен быть? Ты действительно веришь в то, что говорит Библия? А, ну в Библию же мы не верим, конечно, теперь в это верить не надо. Я понимаю. Вот почему этот фундамент должен быть убран, чтобы на нем, не дай Бог, ты не начал основаться. Итак, и кровь его, повторяю, сына очищает. Это процесс. Это будет до конца твоей жизни от всякого греха. Если мы заявляем о том, что безгрешный, вот где эта теория рушится, то обманываем самих себя и в нас нет истины. Если же мы признаем наши грехи, то он простит их нам и очистит нас от всякой неправды, потому что он верен и справедлив. Он простит. Да? Не простил. Еще раз повторяю, читаем, как написано семья. Кстати, во всех переводах. Это не простил, не очистил, а очищает и прощает. Простит. Это другими словами процесс очищения и освобождения. Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что он верен и справедлив. А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжецом, а значит его слова нет в нас. Вот почему я люблю слово. Вот берется кувалда и бьется так, что уже не встаешь. Вот и все. И вся теория рухнула, как карточный домик. Почему? Потому что переведи это место. Объясни, вот что это такое. Четвертый момент, четвертый момент, который необходим сделать дьяволу. Ему необходимо дать им силу, то есть посадить церковь на альтернативные способы входа в сверхъестественный мир. Другими словами, как мы и видим, вот это падение пасторов этих начинается и людей, потому что теперь они используют дыхательные упражнения, они используют вот эти все, вот это учение, как оно называется, там третьего глаза, Саша, скажи мне, я забыл. Вот эту всю чушь, эту собачью. Я не знаю, как она называется? Как это называется? Короче, наверное, и не надо знать. Нет, там есть именно индусская религия, она называется. Чакры, чакры, да-да-да. То есть вот эти все чакры, упражнения дыхательные, галлюциногены, которые ты вдыхаешь через разные пары, через грибы, через разные травы, то есть вот эти все вещи, то есть вот это все, то есть дьявол дает тебе доступ ко второму небу, где ты путаешь, это не ангелы, это духи-проводники, это фамильярные, фамильные духи, которые знают твой род и дают тебе информацию не из третьего неба, а из второго. Вот как работают хироманты, вот как работают люди, гадающие по рукам, они взаимодействуют с духами-проводниками из второго неба. И они тебе говорят, что у тебя было, и естественно, они тебя предрасполагают, что у тебя будет. И веря в это, конечно, ты туда попадешь. Потому что дьявол рисует твою картину для тебя, и так тебя туда и ведет. И так, то есть в этом сегменте гибридов присутствует сверхъестественная сила второго неба. Вот почему на это ведутся. Потому что человек, который выдает себя за брата во Христе, пользуется силой второго неба, которая реально работает. Он тебе будет говорить. Вы знаете, кто такие ведьмы? Вы когда мы задавали буквально, что такие ведьмы? Ведьмы – это провидцы Бога, которые не захотели черпать силу из третьего неба. Вы не услышали меня в себе. Ведьмы и колдуны – это провидцы и пророки с даром пророка, которые запитались не от легального источника, а от нелегального. То есть, другими словами, любой провидец для дьявола – это потенциальный колдун и колдунье. Потому что у тебя дар уже есть, но откуда он будет активироваться и запитываться, решать тебе. И вот почему дьявол очень сильно охотится за этими людьми, потому что он их будет использовать не только для уничтожения их души, но и для неуничтожения других. И не важно, что кто-то там именем Иисуса, говорит, Библия четко говорит, по плодам их узнаете их. Не важно, кто там во имя Иисуса Христа что-то лечит, что-то изгоняет вообще. Он сказал, не поэтому узнается. По плодам их узнаете их. Внимательно пронаблюдай за этими людьми. То есть в этом сегменте гибридов присутствует сверхъестественная сила второго неба, но разница в силе второго неба, она всегда направлена на себя и на свои блага. Слушайте сюда. В то же самое время сила третьего неба направлена на строение царства и служение своему ближнему и никогда на себя. Стоп. Сила второго неба работает примерно так же, как и сила третьего. Только сила второго неба, она строит тебя обогащает тебя. Заметьте этих людей, они не строят царство Бога. У них всегда будет цена. Ты всегда будешь платить. Даже если ты там не заплатил, вот там ты заплатишь. Другими словами, сила третьего неба дается сатаной для обогащения тебя и твоего эго. Кто-то понимает? Сила третьего неба дается тебе только в том случае, когда ты умираешь для себя. И теперь можешь строить только царство его. И уже не я, а он. Я, говоря вам это, сейчас не популярность приобретаю, а unfollow, unfollow, удалить, заблокировать. Серьезно? Потому что мало кто хочет слышать вот эти отрезвляющие вещи. Мы хотим верить в наши небылицы. А я здесь не для того, чтобы лгать тебе. Я буду перестоять перед Иисусом Христом и буду отвечать за ту позицию, которая мне дана была. И я хочу быть уже, быть чистым перед Богом и перед вами. И если кому-то не понравится моя тема, буху, прошу прощения, я делаю то, что Иисус хочет. Если не нравится, дорогие мои, есть много, кто тебе понравится. Но я хочу видеть чистое Евангелие. Я хочу видеть святых христиан. Я хочу видеть людей, приближенных к Иисусу Христу. Я хочу видеть людей, которые идут к Нему и трансформируются. Люди, которые ты глаза смотришь на этих людей, ты понимаешь, что они встретились не с людьми. Эти глаза только что видели Бога. И когда ты рядом с этими людьми находишься, на тебя, знаете, такой налет славы. Налет славы. Не теряйте это, дорогие девушки. Дорогие дети Божьи, дорогие дочери Бога, пожалуйста, не теряйте это. Это так ценно. Это так дорого стоит. Не теряйте это. Итак, сила второго неба всегда строит тебя, обогащает тебя, поднимает тебя, рейтинги набивает тебе, делает твое эго большим, строит тебе трон. Все для тебя, все тебе, деньги тебе, слава тебе, все тебе. Вот это сила второго неба. Как мы распознаем силу второго неба? Она строит эго и я. Сила третьего неба очень похожа. И несведущий даже различить не может. Сила третьего неба, и уже не я живу, живет во мне Христос. Кто потеряет свою душу, сбережет ее. Ты должен потерять свою душу. Ради чего семья? Ради меня, Иисус говорит, и Евангелие. Нет ничего моего, ничего мне не нужно. Все его, абсолютно все его. Все его. Сила третьего неба направлена на строение царства, служения своему ближнему, никогда на себя. Пятая цель семья. Я заканчиваю. Опять мы, наверное, перетечем немножко на второе служение. Опять предупреждаю, я прошу прощения, но я должен этот пакет информации выдать. Итак, пятое. Его цель – посадить твое «я» и «эго» на трон и сделать тебя равным Богу. О, дайте я сейчас... Я дам этому просесть. Когда я смотрел, что на столе было семья, самый последний и самый кошмарный заключительный ключ в этом плане сатаны и в поднятии армии лжесилы и поднятии гибридов – это чтобы именно твое «я», именно твое «эго» поднять, посадить тебя на трон. Потому что в этом учении все насчет тебя. Все насчет тебя. Служите внимательно. Учение о равенстве Богу. Да я тебя разочарую. Творение никогда не может и не будет равно Творцу. Какой бы ни был блудный сын, как бы он ни вернулся, он никогда, даже с перстнем, который отец ему дал, не будет равен отцу. Никогда не вздумай, чтобы в твою маленькую голову попала мысль о равенстве с Творцом Вселенных. Вы знаете, что мне Бог сказал? Сын, живи в смирении. Смирение – это оружие против сатаны. Семья смирения – это не унижение. Мое смирение – это то, как я убиваю дьявола. Как только он начинает раздувать мою голову, я падаю на колени и говорю, я ничто, я ноль, я твой, у меня ничего моего нет, и я ничего своего не хочу. И мое оружие раз и отсекает башку сатане. Потому что мне ничего, сатана, от тебя не надо. Мне не надо больше денег, мне не надо больше славы, мне не надо больше ничего. У меня есть во что одеться, есть на чем приехать, есть что покушать. Стоп! Больше мне ничего не надо. И если Бог что-то дал больше, это просто излишек, который не нужен. Это просто бенефиты. Ты слышишь меня? Это просто бенефиты, которые не нужны вообще, и стремиться к ним вообще не нужно. глупости к чему люди идут как топор размахался у щу щу дорогие это не feel good message я тебе серьезно говорю это не месяц чтобы тебе сделать хорошо и твое эго пощекотать и сказать сейчас бог прибежал пару раз отжался и как джин в лампе пуфа дал тебе бабла бог пришел и сказал а теперь ты никто и ничто и я буду действовать через тебя и строить мою церковь вот это евангелие кстати и этого в библии вот так семья было ли у тебя такое вот вот по библии библия четко говорит что мы себе не принадлежим мы не свои как раб может строить свое царство мы с вами объясняю по позиции мы сыновья но по легальным правам у нас ничего нет потому что все что было наше все было отдамом потеряно и продано у нас ничего нет другими словами все что нам восстановлено это абсолютно все что принадлежит только небесному отцу это значит что все что у меня мы им никогда и не было эта тишина интересная залива и мне так интересно на вас всех смотреть аллилуйя то есть ты не теряешь душу ты не теряешь душу ради царства и христа ты не теряешь свою волю ради христа вот то что они говорят да посмотрите на жизнь учеников христа это пример семья в этом новом гибридном учении бог начинает служить тебе потому что он равен тебе исполнять все твои прихоти и исполнять твою волю это ложь и заблуждение сатана ничего нового не придумал вся эта армия гибридов движима похотью плоти похоть и очей и гордость житейской ничего нового под солнцем нет в учении этих людей всегда будет присутствовать учение о обогащении накоплении престиже популярности приобретение материальных благ и самоцентричности вот эти вещи вы всегда увидите в служении и проповедях этих людей кто на это попадается семья на это попадаются те кто устал ждать сгорел в безрезультативном служении я когда сидел и спрашивал бога господь почему этот человек сгорел почему это chase сгорел он говорит он просто сгорел и не хотел ждать правильного время и проходить правильным путем семья бог тебе не даст потому что ты его сын бог тебе даст потому что ты дозрел сесть за руль сатана тебе даст потому что он ему плевать он даст тебе ключи от машины без прав, потому что его цель привести твою жизнь в крах, ему все равно. Но Бог тебя остановит. Настоящие отцы очень часто разочаровывают своих сыновей. Потому что отец двигается не желанием обокатить тебя, а желанием дать тебе правильное время, в правильное все время дать тебе позицию, дать тебе все, до чего ты дозрел. Вот это сердце отца. А наоборот, любовь тебе не даст. Не в твое время. Ты слышишь меня? Потому что сатана пришел к Иисусу, и вы знаете, в пустыне он предложил ему все, что Иисус, все, что принадлежит Иисусу, но он предложил не в его время. И все. Вот это искушение сатаны на этом зависит. Дать тебе то, к чему ты не готов. Потому что, когда ты не готов, ты это не удержишь, и ты всегда провалишь этот экзамен. Следующее, да? Кто устал ждать, сгорел без рутардинного служения? Те, кто не желают идти по пути освящения и трансформации, как я и сказал, по пути приближения к Богу. Те, кто о чем-то мечтали, и эти мечты не сбылись. И у них просто обида на Бога и на церковь. И я слышал последние проповеди этих людей, этих пасторов, которые мне очень дороги. Я слышал их проповеди. Ничего не происходит. Мы молимся, ничего нет. Бог не слышит. И тут ему попадается альтернативное учение. Бам! И открытые небеса. Бам! И тронный зал. Бам! 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 И ты удивляешься, да что здесь происходит? Будь очень аккуратен. Потому что Бог по ругам не бывает. Не будет такого, что Он тебе что-то не разрешает, и здесь Он просто говорит, ну ладно, заходи, бери. Нет. Бог по ругам не бывает. Если Он что-то тебе не дает, это значит ради тебя, чтобы ты вырос, дорос, умел это держать и вошел в это. Заканчиваю, дорогие, заканчиваю, я знаю, времечко, времечко. Но я уже у берега земного. Я молюсь за всех, дорогие, кто попал в эти сети лжи сатаны. Я понимаю, некоторых ты не освободишь оттуда, потому что мне даже сказали, ты религиозный, ты нового не понимаешь. Семья, я очень хорошо знаю своего врага. Я очень хорошо знаю эти два пути. Один путь религии без силы, другой путь в силе, но в альтернативной силе, без цены сокрушения и освящения. Вот эти два пути, дорогие мои, будьте очень аккуратны. Я хотел это специально выдать в тело Христа, чтобы у людей было хотя бы понимание того. И на основании того, что я сказал, теперь вам будет легко определить по симптомам, легко определить пациентов. Аминь? Хорошо. Итак, дорогие, я молюсь за всех, кто попал в эти сети лжи сатаны. Прошу небесного Отца, а помочь им вернуться на путь Христа. Отречение от себя и строение Царства Бога. Прочитаю одно место, дорогие мои, в подтверждение того, что нет ни у тебя, ни у меня своей воли. Нет ни у тебя, ни у меня своей души. Наша душа навсегда после прощения и омытия кровью принадлежит Иисусу Христу. Нет ни у меня, ни у тебя, что ты хочешь делать. Теперь мы здесь, чтобы исполнить волю нашего Отца. И не то, что Он меня заставляет, я хочу ее исполнить, потому что я омыт, я куплен, я принадлежу Ему, и я с радостью буду строить Царство моего Папы. Кто-то понимает? И это не религия, семья. Да, это сложный, это нелегкий путь. И я выбираю Его. И Библия говорит, и немногие находят Его. Аминь? Немногие. Если Иисус говорит, немногие находят Его, поверьте, это немногие. Я хочу быть в числе немногих. Я не хочу идти этими широкими дорогами. Итак, последнее место заканчиваем. Матфея 16, 24. И это и есть семья, настоящая Евангелие Иисуса Христа. Пожалуйста, поймите, когда Он купил тебя и заплатил своей кровью, твоя жизнь больше не принадлежит тебе. Вы для себя что-то взяли, родные? Давайте мы поднимемся. Пусть истина меня обличает, пусть истина меня обрезает. И я хочу слышать истину. Пусть она будет дискомфортна, но я хочу слышать Слово моего Бога. Я не играю в игры со Святым Духом. Очень коротко. И мы закончили, потому что в реальности мы уже должны начать второе служение. Аллилуйя. Но ничего, ничего. Слава Богу, что я пастор в этой церкви. Аллилуйя. Могу и затянуть. Буквально минуточку семья. Просто сейчас обратитесь к Нему и скажите, Папа, я прошу у тебя прощения. Папа, я прошу у тебя прощения. Научи меня жить в смирении. Семья, смирение это такая рубашка. Это такое обмундирование. Бог мой. Ирик Джойнер в своей книге пишет, последний поход. Боже мой. Я когда это прочитал, я говорю, Бог, я не хочу снимать с себя смирение никогда. Никогда я не сниму с себя смирение. Это мое оружие против того, чтобы не выросла моя голова и мое «я» не село на трон. Потому что опасность семья есть всегда и есть у всех. Потому что волю никто не отменял. И ты как пришел к Христу, ты так можешь развернуться и уйти. Но я хочу прожить мою жизнь у трона и у ног моего Иисуса, исполняя Его волю. Не моя воля. Не мои желания. Не то, что я хочу проповедовать и петь популярные песни, а то, что Библия называет истиной. Я буду это говорить. Пусть я не буду популярный среди популярного движения. Пусть я буду религиозным. Мне вообще плевать на титули людей. Я буду стоять в зависимости от моего сердца и то, что Бог открывает мне. Я хочу идти по пути правды и истины. Я благословляю моих братьев и сестер. Я благословляю моих братьев и сестер. И я верю, что поднимается настоящая армия и врата ада не устоят перед этой церковью, которую строит Иисус Христос. Воздайте Ему славу, семья. Воздайте Ему славу. Эймен. Благословения, родные. Люблю вас от всего сердца. Увидимся в следующий раз. С Богом, родные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok